привет друзья вы на канале вип реклама сегодня мы поговорим как сделать шапочку для детского канала шапку для канала youtube в принципе здесь сложного ничего нет даже если вы не обладаете никакими знаниями photoshop вы сможете после моего видео урока сделать шапочку для своего канала не забывайте подписываться на канал оставлять лайки ну что поехали с чего начинаем первое что нам нужно сделать это скачать шаблон для photoshop заходим в youtube на наш канал мой канал значок с фотоаппаратом в правом верхнем углу внизу как добавить фоновое изображение канала опускаемся немного ниже в разделе рекомендации выбираем вторую позицию параметры изображения здесь есть такая ссылочка channel art and white скачиваем ее нам с вами нужен файлик с расширением pfm его перетаскиваем на photoshop это шаблон для шапки канала основное поле которое мы должны использовать более темно-серого цвета с ним в основном мы и будем работать нам нужен с вами материал нужно подобрать фон для детского канала я рекомендую поискать гугли по спросу детский фон здесь очень много ярких красочных изображений но убирайте то что вам нравится как по мне вот неплохой вариант яркий красочный можно попробовать сюда зайти что он нам скажет желательно скачивать изображение с сайтом где есть бесплатная загрузка вот как в нашем случае можно бесплатно скачать нужно только зарегистрироваться и так вы нашли детский фон я буду работать со своим фоном который вы видели на заставке в моем случае это вот такая картинка я ее перетащил на photoshop помещаю в самый низ выбираю правой клавишей функцию растрировать слой и скрываю темный фон нам нужно с вами выделить основное рабочее поле основное пространство которое будет отображаться в телефонах это темный прямоугольник я его выделю направляющей для удобства скрываем темный слой и скрываем верхний слой с папочкой выбираем фотографию своего карапузика и помещаем центр я возьму уже готовое изображение которое было в кружке как сделать кружок я сейчас покажу выбираем инструмент эллипс с клавишей shift рисунку помещаем его за вашим малышом круг у нас белый я его сделал немножко круглым цветом будет пока розовый но дальше мы его изменили малыша помещаем так чтобы границы края выходили за наш кружок два раза нажимаем на круг заходим стиль слоя выбираем обводку можно сделать внутреннюю обводку можно наружную я возьму внутреннюю поставлю примерно 17 пикселей и возьму желтый цвет вернее не однотонную заливку а градиент теперь подберу градиент как на своем фоне с помощью маркеров нажав на маркер появляется пипетка и пипетка я подбираю узнать угол градиента поставим 90 градусов есть можно немножко его поднять вверх пусть будет так для того чтобы убрать сзади розовый фон я рекомендую использовать функцию заливка поставить заливку на но таким образом фон исчезнет а обводка останется нашего малыша нужно обрезать так чтобы он не выходил за пределы круг сделать это очень просто зажимаем control нажимаем на круг появляется у нас обводка комбинация клавиш control shift i это инверсия обводки то есть у нас выделился не круг а все что за областью круга после того как мы выбрали выделение нажимаем добавить слой маску я хочу чтобы контур был снаружи а не внутри поэтому я помещаю слой с малышом назад под элипс я хочу чтобы косичка была сверху а не за кругом я возьму инструмент выделения и обведу косичку нажму комбинацию клавиш control j и перемещу над элипсом таким образом я выделил кусочек косички и поместил просто сверху дальше пишем название вашего канала выбираем инструмент текст я насыщем цвет может быть сейчас любой для лучшей видимости возьмем красный учитывая что канал будет для девочки я думаю что я его сделаю розовым два раза нажав на текст функция наложения градиента и выбираю розовый цвет по такому же принципу как мы делали градиент на наш овал черный маркер выбираем на розовый темно-розовый белый маркер выбираем на светло-розовый цвет вот как-то так можно добавить еще белый контур обводка примерно 6 пикселей цвет белый и тень тень у нас по нулям глобальное освещение убираем смещение поставим примерно угол я всегда делаю и рассеивание тени на ваше усмотрение в моем случае это будет 15 заходим в инструмент символ и выбираем прописные буквы сам шрифт мне не нравится я бы его поменял я остановился на шрифте под названием аппетит он мне очень нравится очень прикольный шрифт интервал между буквами поставлю или можно даже побольше можно 20 шрифт я помещу за малышками примерно вот так два раза нажав на шрифт я захожу в режим редактирования шрифта и выбираю вверху вот эту кнопочку это написание текста по кривой возьмем функцию подъем ставим значение примерно 18 и поднимем немножко выше он трал п увеличу если вы обратили внимание я еще добавил смайли мне кажется что текст сильно сливается с фоном как это странить рисуем овал размером на глаз примерно вот так выбираем фильтр размытие размытие по гауссу и выбираем уровень размытия и в моем случае это 50 непрозрачность поставим половину меньше 56 он трофт и растянем примерно вот так поместим его на фон сверху чтобы он не перекрывал текст ну и смотрим что получается немного лучше чего-то мне не хватает я бы добавил бликом заходим в углу пишем блик png картинки и выбираем блик например вот такой сохраняем перетаскиваем photoshop накладываем сверху над текстом выбираем режим наложения можно увеличить немножко блик и сделать ему немножко наклон через alt дублируем как вам нравится в принципе все картинка готово нажимаем ctrl с я обычно сохраняю формате и он весит меньше чем psd вы можете сохранить в psd это значение пишем название вашего канала сохранить мы сохранили с вами исходный файл который можно редактировать если вдруг вам нужно что-то изменить вы всегда можете вернуться ваш файл изменить то что хотите теперь еще раз нажимаем ctrl с и сохраняем в jpeg качество можно поставить 12 таким образом мы получили два файла тиф который в слоях и можно редактировать и jpeg который редактировать нельзя jpeg мы заливаем в шапку нашего канала вот сюда если вам мой урок был полезен подписывайтесь на канал если что-то непонятно спрашивайте в комментариях я с удовольствием отвечу на каждый номер до встречи на канале vip реклама спасибо за просмотр!